Музыка Всем привет! Я Анна Константинова. Хочу поделиться с вами шерстяным рецептом изготовления куличей. Я эти куличи сделала для фотосессии грудничков, поэтому они у меня небольшие. При желании вы их можете сделать больше. Куличи получаются мягкие, яркие, красочные, очень красивые. Попробуйте приготовить. А сейчас я вас приглашаю посетить мою пекарню. Для изготовления таких куличей мне понадобится шерсть для валяния. Для основы я возьму вот эти три цвета. У меня есть такой набор, как раз он мне пригодится. Но вообще достаточно будет белого и рыжекоричневого цвета. Также мне понадобится щетка-подушка, подложка для ламината. Я буду использовать ее как подложку для щетки. И иглы. Иглы у меня будут грубые номер 36. Вот я их взяла сразу три иголки и зафиксировала резиночкой. Или можно работать вот такой вот иглой. Она тоже грубая, она вот на такой деревянной ручке. На тонкие иглы я переходить не буду. Я всю работу сделаю грубыми иглами. Присыпку для своих куличей я буду делать из яркой цветной шерсти. Но вы ее можете заменить при желании на бусины, бисер, пайетки и так далее. Итак, начинаем. Для удобства я сразу обмотаю щетку-подушку подложкой для ламината. Беру белую шерсть, отщипываю, в руках ее перемешиваю. Куличи мои небольшие, поэтому я беру шерсти не так много. Заворачиваю шерсть в овальную форму и придаю ей такую форму цилиндры. Процесс валяния состоит в многократном прокалывании шерсти иглами. Чуть-чуть зафиксировали форму и смотрим, достаточно нам шерсти или нет. Если она очень мягкая и маленькая, добавляем шерсть при необходимости. Прокалываю шерсть сбоку, снизу. Верхнюю часть я особо не трогаю. Смотрите, вот эту основу для кулича я делаю из белой шерсти. Это для экономии цветной шерсти. Вы, если хотите, можете сделать ее сразу из цветной шерсти. После того, как мы немного сформировали основу, давайте подрумяним наши куличи. Я беру цветную шерсть, отщипываю, перемешиваю и добавляю. Верх я особо не трогаю, он нам пока не нужен. Фиксирую иглами. Можно оставить, конечно, и так, но мне хочется добавить для живописности оттенка на кулич. Я беру тонкие прядки другой шерсти. Это может быть вот какая-то охристая шерсть и также черная. Вот так я ее распределяю тонкими слоями и фиксирую иглой. Это я проделываю по всей боковой части кулича. Аналогично добавляю темную коричневую или черную шерсть. После того, как оттенки добавлены на кулич, уплотняем шерсть посильнее. Но сильно плотно я их валять не буду, они у меня останутся мягкими. Чтобы кулич устойчиво стоял на плоскости, можно ставить его на щетку-подушку и работать иглами вот в таком состоянии. С иглами работайте очень аккуратно, чтобы не попасть по пальцам. Теперь переходим к верхушке кулича. Беру белую шерсть, отрываю, перемешиваю в руках и прикладываю наверху. Я хочу, чтобы верхушка у меня была потолще, чем основная масса кулича. И хочу сделать красивые потеки из гоголя-моголя. Смотрите, сначала я добавила объем на верхушку. Теперь я делаю потеки. Шерсть в этом наборе у меня была не очень белая, мне хочется сделать ее побелее. Вот я беру другую белую шерсть, она у меня посветлее. И начинаю формировать из нее красивые потеки. Беру второй кусочек белой шерсти и продолжаю. По всей боковой части проделываю то же самое. Если у вас кулич получится не совсем ровный, это добавит в него лишь изюминку. Потеки я делаю разного уровня. Какой-то короче, какой-то длиннее, какой-то толще, какой-то тоньше. Беру маленький кусочек шерсти, формирую из нее маленькую бусину размером с горошину и фиксирую иглой. Сформировала вот такой маленький шарик, теперь я его доваливаю мокрым способом. Лучше сразу приготовить необходимое количество бусин разного цвета и доделать их уже мокрым способом все сразу. Я ее окунаю в теплую водичку, беру чуть-чуть жидкого мыла на кончике и валяю эти бусины не между ладошек, а между пальцев. Промываю и бусины готовы. Они валяются очень быстро, потому что они очень маленькие. То же самое проделываю со всеми бусинками и кладу их сушить на мягкую ткань, полотенце, куда-нибудь в теплое место, на солнышко или на батарею. Если вам не хочется возиться с такой присыпкой, возьмите готовые бусины или пайетки. Самый простой способ украсить кулич это приклеить на него бусины. Присыпку я буду клеить на клей-пистолет. Когда будете клеить, наносите небольшое количество клея, потому что он будет вылазить, будет некрасиво. Но если он все-таки у вас вылезет, подрежьте его маникюрными ножницами. Клеить я обычно начинаю с серединки кулича и затем клею по окружности. Кстати говоря, украсить можно только самую верхушку, а боковинки особо не трогать. То есть это как вам нравится, так вы украшаете. Если вы хотите написать слово ХВ, тогда берете тонкую прядку шерсти и иголочкой набиваете тонкие прядки шерсти. И украшаете еще бусиной. Здесь я комбинировала еще с бисером на этих куличах. Если вы хотите сделать кулич поинтересней, вы валяете два кулича, один побольше, второй маленький. И потом верхний кулич вы приваливаете иголочкой к большому куличу. Вот таким образом. Со всех сторон. И они у вас соединяются. Ну или можно приклеить на клей-пистолет тоже, то есть маленький кулич тоже он будет держаться. Вот эту присыпку вы можете тоже привалять иголочкой, но она будет тогда не такая объемная, как мне хочется. Поэтому я приклеила на клей-пистолет. И еще я сделала вот такую пасочку. Пасочка делается чуть-чуть потяжелее, в том плане, что ее нужно сделать в форме ровной пирамидки. И также вот я иголочкой набила здесь крест, ХВ. Верх я также сделала с присыпкой, чтобы она была поярче. Вот такая пасочка получилась. Если тебе нравятся мои куличи, поддержи меня лайком и подписывайся на мой канал. И увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok